Всем привет! Меня зовут Станислав Каргин, я являюсь гейм-дизайнером проекта World of Tanks. В обновлении 8.10 нас ждёт японская ветка танков, переработанные карты, нас ждут фичи, которые связаны с графикой. Расскажите подробнее о вводимой в игру ветке японских танков. В целом ветка получилась достаточно бодрая, все танки обладают хорошей динамикой, у всех танков будет хорошая скорострельность, но тут стоит отметить то, что и калибры будут не такие большие, как у одноклассников. Также эти танки будут все обладать хорошими углами вертикальной наводки, особенно вниз. В среднем это около 15 градусов по всей ветке, и некоторые машины достигают даже 22 градусов. Расскажите о японском среднем танке 10 уровня. Самым ярким танком ветки, наверное, будет топовый СТ, это СТБ-1, 10 уровень. У танка есть некоторые особенности, но в целом он похож на Леопард-1 из немецкого дерева. Главной особенностью является то, что у этого танка очень крепкая башня, около маски бронирование достигает 240 мм, это достаточно много для СТ-шки. И танк обладает хорошим орудием, так что геймплей на этом танке будет предопределен. Это, скорее всего, танкование башней из-за каких-то укрытий, холмов, камней и так далее. Таким образом мы получили ветку средних и легких танков, которые обладают хорошей маневренностью, хорошими углами вертикальной наводки, хорошими орудиями по-своему, но недостаточным бронированием. Вся ветка у нас построена на базе реальных машин, существующих или серийно, или в прототипах, но все это было выполнено в железе, поэтому в этом патче у нас никакой бумаги нет. Японская ветка дает нам большой толчок для того, чтобы мы начали заниматься историческими битвами. Стоит сказать, наверное, что мы уже давно начали историческими битвами заниматься, но как раз японских танков нам сильно не хватало для этого. Как можно представить исторические битвы без японских танков? Никак. Собственно, мы сейчас их выпускаем. Какие карты будут изменены и как это отразится на игровом процессе? В следующем обновлении мы также переделали несколько карт. Это обычно какие-то балансные правки. И одна карта у нас переделалась из других соображений — это Карелия. Карта разровняется, и к тому же мы там очень много балансных правок тоже сделали. Бой в штанах станет более правильным и честным, и плато станет куда удобнее для СТ и легких танков. Также мы переделали рудники немного около горы, где есть выступающий камень, где обычно собираются тяжелые танки как одной команды, так и другой. Мы этот камень раздробили немного, и теперь там есть отличный проезд. Подверглась изменениям карта степи. Основной недостаток этой карты был в том, что одна база имела преимущество около той самой аллеи, которая в низине. Мы сейчас это преимущество пытались выровнять для обеих сторон. Поменяли мы также карту Эль-Халуф. Карта отличалась своей нескоротечностью, скажем так. Она достаточно медлительная была. И чтобы добавить какого-то драйва, внизу, где находилась деревня, мы добавили огромную возвышенность, которая будет отделять атакующие силы разных сторон. И теперь бой там будет проходить гораздо веселее. Минимальным изменениям подверглась карта Аэродром. Там мы увеличили береговую линию, и теперь танки там не так сильно застревают, спокойно преодолевают это препятствие. Что еще интересного будет в обновлении 8.10? Мы добавили несколько новых штучек для того, чтобы графика выглядела гораздо симпатичнее. Теперь у нас тени от облаков будут кататься по карте. Также мы изменили систему туманов. Выглядит очень эффектно. Освещение станет более правильным. Оно перестанет замыливать текстуры камней в отдаленности особенно. Еще одним нововведением станет то, что мы в список боевых задач добавим нынешние акции. Те акции, которые проводятся сейчас на сервере, они будут отображаться в клиенте точно так же. Также у нас появилась простреливаемость мелких объектов. То есть снаряд пролетает через объект, он теряет какую-то бронепробиваемость и уже ударяет по танку не с такой же силой, как он пролетел бы обычно по танку. Чем вы порадуете игроков в ближайших обновлениях? В будущих обновлениях мы хотим порадовать игроков тем, что будем вводить геймплейные и графические фичи, одна из которых, например, отрывающаяся башня. Башня будет отрываться в случае, если боекомплект танка будет подорван. Также мы будем вводить отрывающиеся элементы навесного оборудования на танке. Это ящики, инструменты, скрутки, камуфляжи и многое другое, о чем мы расскажем в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok